Сегодня на обзор хочу предложить вашему вниманию одну из популярных моделей смарт ТВ корейской компании Samsung. Тонкие грани габаритного телевизора, как и малозаметная пластиковая рамка, располагаются на двух привычных для многих ТВ пластиковых ножках, способных обеспечить не только устойчивость на ровной поверхности, но и выдержать вес весьма тяжелого девайса. Процесс монтажа данных элементов не потребует от вас много усилий, потому как они просто фиксируются, входя в посадочное место, а наличие откидного механизма по необходимости позволит сделать телевизор выше допустимого уровня. Обладая столь большой диагональю, данная модель несомненно порадует всех членов семьи, потому как максимально допустимое разрешение экрана 4К позволяет смотреть, погрузившись в мир происходящих событий, находясь от него на минимально комфортном расстоянии. Внизу тонкого пластикового корпуса по бокам расположены два стереодинамика суммарной мощности 120 Вт. Учитывая данную технологию звуковых колебаний, ваши уши смогут без проблем уловить гармоничное сочетание как высоких, так и низких частот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, конечно, не кинотеатр, но для небольшой комнаты. Отличное решение. В данной модели используется уникальная технология подсветки. Иными словами, помимо основных LED-диодов, расположенных по всей площади экрана, модель также имеет ряд дополнительных, что усиливает яркость картины, за воспроизведение которой отвечает привычная как для Самсунга данного типа 8-битная матрица. А так как она основана на квантовых точках, битность матрицы компенсируется 100% цветовым диапазоном, способным отобразить более 1 миллиарда оттенков. К тому же, дополняет ее система, которая оптимизирует качество изображения каждой детали как подвижного, так и неподвижного объекта за счет широкого цветового спектра. Также модель имеет систему, обеспечивающую локальное затемнение тех участков, которые в этом нуждаются. А вот за улучшение изображения, независимо от формата вещания, отвечает наличие данной технологии, способной максимально уменьшить дрожание при просмотре необходимого контента. Более того, модель имеет систему, способной легко адаптировать экран для абсолютно любой игровой консоли, что наверняка оценят любители гейминга. Частота обновления экрана от более бюджетных ТВ ничем не отличается, и это вполне нормально, так как данный критерий считается нормой. Угол обзора также остается неизменно оптимальным для просмотра картины как подвижных, так и неподвижных объектов, без искажения передаваемых оттенков яркости, контрастности и насыщенности. С обратной стороны, пластиковый корпус оснащен отверстиями для монтажа его на стену. Такое решение, как по мне, не только придаст комнате минимализма, но и станет неотъемлемой частью декора. Что касается портов и интерфейсов, их количество, как и грамотное расположение, оценят даже критики. За небольшой наклейкой кроется гнездо недостающего элемента, который входит в комплект и называется коммун-интерфейсом. Установив его в посадочное место, вам нужно всего лишь поместить карту доступа. После чего, проплатив необходимый тариф провайдеру кабельного, антенного или спутникового сигнала, вы сможете осмотреть ранее кодированные каналы. Наличие HDMI портов позволит использовать телевизор вместо монитора, выводя на экран максимально допустимое разрешение 4К, давая возможность подключить не только любую игровую консоль, включая Sony PlayStation, а также ПК, ноутбук и многое другое. Оптический цифровой порт при подключении акустической системы легко превратит ваш телевизор в кинотеатр с нереально чистым цифровым звуком. Наличие USB портов с помощью встроенного медиаплеера обеспечит вас как аудио, так и видеодорожками всех популярных форматов. Более того, войдя в поисковую систему для достижения желаемого результата, данные порты позволят использовать как проводную, так и беспроводную клавиатуру с мышкой, что наверняка упростит поиск необходимой информации. Неизменным по-прежнему остается гнездо антенного входа с поддержкой основных форматов, способных порадовать вас эфиром как кабельного, так и антенного источниками сигнала, выводя на экран вполне неплохую картину с хорошей детализацией и цветопередачей. Наличие спутникового ресивера обеспечит качественным контентом напрямую со спутников, правда вот только, чтобы каналов было больше и все они были доступны, придется каждый месяц платить определенную сумму денег своему поставщику услуг. За подключение к интернету отвечает как порт локальной сети, так и двухдиапазонный Wi-Fi приемник. Работает данная модель на операционной системе Tizen, оснащенный весьма неплохим процессором, способным как оптимизировать работу приложений, так и легко обрабатывать сложные алгоритмы. При этом общее количество памяти для хранения данных составляет 8 гигабайт. Правда вот только весомую часть памяти отнимают базовые программы, а также система для корректной работы телевизора. Исходя из этого, вам будет доступно примерно 6 гигабайт памяти для скачивания программ с бесплатного магазина приложений. Наличие блютуза версии 5.2 позволит подключить не только беспроводные наушники, а также геймпад, играя в игры, скачанные с магазина приложений и многое другое. Базовые программы, за исключением магазина приложений, ютуба, медиаплеера и поисковика в основном являются платными. За управление телевизором отвечает компактный пластиковый пульт, оснащенный минимальным количеством кнопок. Питается он отстроенный в корпус литий-ионной батареей, которая заряжается с помощью Type-C порта. Наличие солнечной панели позволяет заряжать его не только от солнечного света, но и от обычного светильника, правда такой процесс отнимет много времени. Коннектируется он с телевизором, как с помощью инфокрасного порта, так и блютуза. Панель управления смарт-меню, помимо вышеозвученных программ, также имеет очень много интересных функций. Из которых больше всего мне понравился синий магров. Проще говоря, это живые фото, которые после тяжелого трудового дня хорошо снимают усталость. КОНЕЦ КОНЕЦ Данный пульт управления также оснащен голосовым помощником, правда на момент выхода ролика, как украинский, так и русский язык пока что недоступен. Также данная модель поддерживает технологию хромкаст, которая позволяет дублировать меню телефона или планшета на экран телевизора. А теперь в ускоренном режиме я покажу вам настройки девайса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Подведя итоги хочу сказать, меня как обзорщика модель стоимостью 700 баксов своей работой хорошо порадовала. А вот насколько она радует или печалит вас, пишите в комментариях под видео. Таким образом вы поможете сделать правильный выбор тем, кто этого еще не сделал. Также не забывайте ставить лайки, а подписавшись на канал, обязательно жмите на колокольчик. С вами как всегда был Леонид, всем пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА